Здравствуйте, друзья! Итак, начинаем наш обзор. Называется он «Грустная история». Это бой на Вуали, режим превосходства, заброшенная база во Вьетнаме. Почему грустная история, скоро узнаете, друзья. Я пытался снять обзор. Спектр на Тулумбасах на четырех, вооружение в прокачке МК-3, то есть полная прокачка 12 уровень МК-2, плюс три модуля термонуклеареактор без ластенда. Достаточно непросто снять обзор, чтобы весь бой полностью отыграть на одном роботе. Это вызывает определенные сложности. И только с четвертой попытки мне удалось снять обзор вместе с Вову и немцем, лидером клана Реал, весь бой полный на одном роботе, на одном спектре. Есть на канале, можете поискать, посмотреть. Обзоров интересных много, так что сюжеты новые не пропускайте. А грустная история заключается в том, что аккуратнейшим образом я здесь отыгрывал, но все равно именно за мной охотились ребята. Парень из Сич, парень из РТ и парень из Дисг, здесь из кланов крепкие парни. Молодцы, кстати, играли все хорошо. И рандом мой синяя команда, и рандом красной команды. Достаточно бой интересный, бой динамичный. И тем не менее, они меня все равно взяли в клещи и выстегнули, да, то есть уничтожили моего спектра. Я сделать здесь ничего не смог, но это привело меня просто в такую ярость, потому что уже была не первая попытка съемок, чтобы полностью показать, что реально отыграть весь бой на одной машине в современных условиях боя максимальной лиги чемпионов. И тут не получается, конечно, да. Давайте посмотрим, что из всего этого получилось, друзья. Напоминаю, что вообще Тулумбасы, сборки на всех роботах, это оружие 500-метровое, ракетное вооружение, стреляющее со сплэшем. Все эти роботы являются роботами поддержки на Тулумбасах. В атаку на них не нужно, нужно поддерживать атаки своего взвода. И снайперски работать на дистанции до 500 метров, стараться как можно больше противников переранить и добивать, соответственно, подранков за препятствием. Вот этот момент, мне некуда деться, не успеваю я перезарядить свою способность, а у меня нет здесь лаз-стенда, и сразу, сразу спектр сжигают в момент. У меня все, планка падает, и захожу на белом драконе, а у Джан на двух огнеметах и начинаю просто косить здесь как траву всех подряд. Коечи, конечно, очень сильно понерфили. У него энергощит стал абсолютно никакой, и хп поменьше. Раньше был, конечно, робот имбовый. Думаю, что разработчикам нужно вернуть все характеристики всех роботов и вооружений, которые были ранее, и развивать уже в дальнейшем игру непосредственно за счет умений пилотов и за счет модулей будут роботы иметь какое-то преимущество друг перед другом, но в целом они в бою будут сбалансированы. То есть, если есть действие, должно быть противодействие. Например, есть щит ареса непробиваемый, есть модуль, который его отключает на роботе противника, используется этот модуль. У ареса щит отключается, и арес, соответственно, уничтожается. Это ликвидирует боевые иглы и к тройке. Серьезно изменит клановые бои в дальнейшем. Ну и также бои в соло тоже, разумеется. Прометчиво просто на инерцию струи идет тупертый просто этот инквизитор и сгорает, соответственно. Так, друзья, не делайте. Стрельнули, видите, что горите. Нужно отойти. Сич. Клан достаточно интересный. Вот этот бравый парень-компаньон пытается за мной охотиться. Я решил немножко подрихтовать его фалькона. Смотрите, как горит, несмотря на сопротивление урона в пассиве фалькон. Немножко в воздухе цепаним его инерции струи. Думаю, что сейчас его добьют. Уже достаточно долго я отыгрываю на белом драконе. Но вот как раз момент застанили. Я успеваю, конечно, взлететь. Но упаду уже в незапланированном месте. И вероятность уничтожения меня Меркури достаточно высока. Но Меркури отдаст жизнь за этот маяк. Я спокоен за маяки. У меня есть два штурмовых инвайдера. И просто безумно страшный Лео со щитом. Но Лео, к сожалению, в этом бою я вывести не успею. Так как время идет уже на секунды. И моя задача истребить как можно больше уже роботов противника. Тем более я решил убить их просто всех. Вот этот парень из дисков имеет целую пачку Ореса. По-моему, у него 4 Ореса и инвайдер в ангаре. Там кто-то бравый зашел на Фенрире. Я смотрю. Значит, будем атаковать их обоих. В прыжке ведем огонь по Фенриру. И готовим переключение ведения огня на Ореса. Как только погаснет щит. Сработал у меня ласт стенд. Добиваю парня из бравого клана диск. И сразу сношу Фенриру при этом. Как был в топе инвайдер, так он и остается, друзья. Рекомендую качать и с пилотами, и с модулями. И самое на него оптимальное вооружение. Это Корона 2 Хала, Шторм 2 Хала или Корона 2 Блейза. Огнеметы получаются антитанковый паук с огнеметами. Хорошо же, как Фальконов, Фенриров, Булларков и других инвайдеров. Заходим на втором танке. Видим, что ХП у него не так много. Что это значит? Это значит, что он у меня поставлен полностью на урон. Что у него установлено 2 термонуклея. Реактор 6 уровня. И это уроновый инвайдер. Кто-то на бравом лево пытался пройти в центр. Прогоняю Булларка. И готовлю атаку на вражеский рез по пути. Думаю, снесем быстренько этого медика. Тем более, что мои союзники активно помогают. Не успел меня зацепить своей способностью инвайдер. Браво парня из диска. И мы быстренько его разбираем. Малость подвечимся и будем атаковать вражеский рез. Парень из диска снова заходит. Хочу заметить на аресе. Думаю, сейчас мы его просто размажем по стене этой карты. Такой прыжок. Поражаем орудийные системы противника. И размазываем его вместе с инвайдером-союзником по этой стене. Последние секунды до конца боя промечу. А, нет, еще пятый робот у него был Фалькон. Опрометчиво включил раноспособность. Не включайте ее, друзья. Сейчас есть умение у пилота традиционалист. Используйте его, и будет вам счастье. Будет просто неубиваемый танк. Для прорыва и захвата маяков. Ну и также для обороны. Желаю всем успешных побед и хорошего настроения, друзья. Увидимся в новых обзорах. Субтитры создавал DimaTorzok